Рад Перископ Здравствуйте Опять-таки ждем побольше народа Сейчас немножко поработаем над бетлом Фокис и люк У меня освободилось немножко времени Часа два Мы с вами так долго сидеть не будем Салют, 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 салют Каштаку салют Авангард Каштак, Сависток Париж Дальнеключевская Мичурина Аэропорские пацаны Всему Томску салют Да, это Торчевская Сейчас, короче, я тут Бетло открою Короче, кто пришел Мы сейчас немножко Бетло попишем Вот Да, никакое Не собрание Альбом Сейчас там Тысяча, наверное, берется, я думаю Сегодня После тысячи скажу Когда альбом А еще мы должны, кстати О, в понедельник будет кое-какой дроп Не альбом Но в понедельник кое-что, короче, будет Типа Ответ на все вопросики По городам Итак Я, во-первых, после Димановского компа На свой комп смотреть просто не могу Он, блядь, какой-то маленький Это гон Не такой скоростной, как у Димана Хотя у меня достаточно такой крутой компьютер А че со звуком? Типа, меня слышно вообще, нет? Во, касали, кстати, людей Короче, товарищи Наркотики я не за Товарищи Альбом я загружу Завтра-послезавтра Ну, то есть Совсем скоро он выйдет Загружу я, имею в виду, на площадке Он должен еще дойти Так, сейчас я вспомню, как это битло называется И сейчас мы одним Посидим Окей Оговор Сейчас почитаю вопрос Я просто в камеру сейчас смотреть не буду Потому что буду искать Этот проект Бита Попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп вспомнил так все кто свои мои здесь тоже вам привет я там всех не увижу просто то есть физомая наверное когда за май придет в статус музыки и станет хоть сколько-нибудь интересным исполнителем тогда фит мерч удержи пока не знаю разрабатываем типа я думаю до тура может успеем его сделать на дуровой футболки точно будут основной то есть там всякую теплодежь которую мы придумали не знаю не уверен но замутим в чернобыль вот чернобыль и круто было бы дать концерт короче эти вопросы про фиты и да не буду я блять я уже говорил не знаю не знаю до какой буду отращивать волос у меня кирки и восьмые моники так в общем показываю сейчас проект хотя сразу же отрубится куча скорее всего людей но посмотрим короче приценим хуйня разворачивается оба хоба текс короче кстати кто там спрашивал какими я пользуюсь вести плагины на обработку фаб фильтровской линейкой в с плагина не люблю на мастере у меня обычный затоп висит семерка восьмой еще не устанавливал ну а мне сфера это классика сером это уже классика все так мелодию покажу который прописал они пока долго интро тут получается я отрендерил лавку мелодию чтобы можно было реверснуть ну вот собственно проект вы увидели я думаю какой смысл вам на проект смотреть да пока что так но на альбоме этого бита не будет я пока не знаю куда его девать посмотрим сейчас секретики я расскажу о кое-каке что у меня почему-то правый динамик рвёт сейчас напряжение бит сейчас напряжение бит вот даша быстрее дашь бит короче дальше луп идет рассказываю пару приемов челиком короче насчет баса в дроповой части там такой момент есть вот он прописанный бас ударкой короче рассказываю как вот эти высокие добивались типа вообще это вышло о а они все правильно короче вот здесь идет просто слайд понятно но в конце странный звук такой типа ru ru и он добивается диссонансом двух нот этого баса то есть вот этой вот это такой звучит получается причем скорее всего как я понимаю не получался бы без дисапикатора которым я разгоняю бас то есть эти предусилок вот то что вы называете пердящим басом блять на самом деле вы можете гитары любые дисторшн то и называть пердящим басом блять хотя на самом деле это просто подгруз как и на гитарах также блять и на басу и ездил боёбы типа из битмейкеров я не буду называть ребенка короче это супер кретины которые короче не используют никаких разгонялок да им похуй они просто блин как бы вам объяснить сейчас вас будет звучать вот его отдельно включу да а нет это я на бочке включил очень бочковый канал вот у нас вот на басе больше только висит во-первых по стерео разогнал вторых ну это эквализация вся хуйня и динамикс чтобы не рвал он допустим отключу все эффекты будет эта хуйня звучит так короче за счет того что дисаптикатор при перегрузе начинает компрессировать звук сам и не дает пройти определенным частотам которые пикуют и компрессор это все тоже компрессирует создается тот самый эффект в конце ноты вот но вообще по-хорошему бас должен в моно идти это если он идет то есть прямо в лицо бьет но со стерео он звучит в данном случае лучше потому что на стерео раскидывает на самом деле высокие частоты если вы сводите ребят там учу нельзя на стерео раскидывать бас иначе это все превратится в кашу но допустим перегруз от баса то бишь перегруз от баса то бишь то бишь то бишь то бишь то бишь сейчас блять где то есть вот эти частоты высокие вы можете стерео раскидать потому что они просто создать создадут песок и заполнить частотное пространство и вот вас высокий вот так мне он нахуй не нужен этот эквалайзер собственно вот так еще разверну тучелики сидят которые пишут на зло сами вообще просто вдруг я рассказываю блять людям которые это 90 процентов не пишет музыку просто интересно послушать а мне было бы клёво наверно поделиться немножко знаниями с челиками есть еще плюс пацаны пожалуйста вы знаете частоты нижние все хуйни чтобы вас бочка и бас лупи ли всегда бочка абсолютно читаем здесь хотя ее даже не не сочинил так тут у меня низких нет албом на палочку был палочкой был а палочками даже на канал не задействован да не закинуть рома красавица но я немного на битом работ сейчас я поотвечаю на ваши вопросики чуть-чуть и все в принципе показал сделаю чтобы не забыть обойду просто вот короче объясняю вы когда товарищи сводите биты свои вот вас даже на палочках или тарелках вот здесь видите горит это блять басовые частоты здесь ничего блять никогда не должно быть на кроме баса ну типа если это не особенность музыки там допустим если какой-то там и кей гареш пишется это там может очень сильно басить с нейр там или даже тарелки могут подбашивать до ритмичности минимализме но музыки в блять в обычном хип-хопе в принципе по всем классикам вырезайте все там до 200 минимум потому что вот слушаю вот и вот я вышел звук и все и ничего от этого не поменяется но у вас зато вас будет супер читаемый супер громкий и динамика будет сохраняться в треке просто короче когда мы сводили альбом там ну у человеков которые не я и не диман очень часто инструмента была такая байда что допустим у какого-то крэша идет очень большой бас он перебивает бас и мы думали блять а почему он не стреляет потом видим почисток что бать здесь крэш хуярит вот короче учитесь пока я живой ладно чуть-чуть там отвечу на пару вопросов и все курт молчит профит может быть потому что его еще нет поэтому он молчит чувак хватит доебывать людей ну типа сделаем когда сделаем я не буду делать свой музыкальный курс зачем мне типа дофигища короче у меня есть своя скиллуха свой опыт который я нарабатывал этом рассказал сейчас я не знаю ноль-ноль-ноль тысяч процента того что в принципе о звуке знаю и зачем мне делиться этим по крайней мере сейчас я делюсь с теми людьми в которых там я вижу потенциал которых я лично знаю потому что там я не хочу чтобы условные какие-то дауны не талантные пользовались звуком по опыту который я приобретал вот биты не продаю ну раньше продавал сейчас не продаю ничего мне просто не будет времени сидеть и писать кому-то битло то есть там условно если бы какой-нибудь викинг заказывал битло за 300 кусков я бы посидел а так типа стандартные цены раньше продавал там за десятку пятнашку условно ну откуда все наши звуки условно все на это просто опыт очень много ну тут уреалов смотрел литературы читал типа раньше не так много ориентировался на свой опыт а потом начал все шарить 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 экспериментировать больше с новыми плагинами звуком вот и собственно вот просто работаешь просто читаешь об этом ну поездку я свел хуево потому что это до сводить не умел голос особо и когда писал битло я его писал так что туда некуда было голос принципе поместить плюс когда я сводил я на мастерный бит закидывал вокал то есть чтобы вы понимали когда ты мастеришь трек где общий уровень звуков поднимается в процентном соотношении к пиковому значению этого звука то есть типа у тебя маленькие тарелочки да они поднимаются то есть без мастеринга как бы нет мастеринг анализирует дорожку и пики допустим срезает а слишком тихие звуки поднимает и таким образом создается плотность звука но допустим от этого очень часто теряется динамика тем не менее поэтому сидит тоже нужно уметь и вот если делать как я долбает на повестках то есть типа я свал акапеллу ну типа сводила сверху уже от мастерного бита сверху звуков которые вот здесь уже по уровню сидят то есть туда голоса в принципе сесть блять некуда я пытался его туда впихнуть вот и соответственно там совет когда сводили мы уже садились и в не отмастеренный бит запихивали акапеллу но если для этого была возможность вот и получается когда мастер или уже голос одновременно шел со всеми инструментами и поэтому не случалось особого смешения так что сейчас все намного намного лучше по звуку будет это был лучше всех треков вот как раз тобой вот он на пике он от мастерен и поэтому так вот он звучит неразборчиво как частоты стерео отдельно раскидал секрет ты можешь взять один звук отрезать у него чистоту до определенного до определенной частоты допустим до двух тысяч так не важно просто условно 2000 отрендерить а потом обрезать с другой стороны выше 2000 и ты можешь допустим есть плагин для этого на эти топорный метод рассказывает и допустим от звука вот у тебя звук один тот же самый до 2000 ты его можешь в моно увести а то что выше ты можешь в стерео раскидать все сомплирование нормально отношусь я не буду говорить какой чё и так далее о курс салют ямаха хэс у тебя киркей у меня киркей да горечь салют расскажи как сводили с димановкой обстановка вообще была такой полутор на этот раз отхуярили это было жестко мы типа две недели просидели в краснодаре просто на хате то есть типа сводили пока не хотели засыпать засыпали просыпали сводили мы за две недели дважды сходили вечером только побухать и все потому что уже мозги были на бекрень вот как-то так просто целый день там я посижу посажу у меня уши устанут садится дима дима на там уши устанут сажусь я и все потом ходили слушали в разных наушниках возвращались и меняли звук дальше ну типа в итоге по звуку все равно что этом приобрел на опыте что нужно прям еще серьезней подходить то есть типа есть еще выше точка то есть я очень боялся то что я пишу сел и все и не буду знать чуть делать дальше но я понял что делать дальше со звуком вот особенно фирма 2 будет на сэре а ты ее видел в трек-листе вот что за вопрос ты открой трек-лист который выставлял вот и поэтому кстати ребят не очень люблю ну там есть ответов на вопросы в сети куча я конечно понимаю что он там лень тратить время и так далее но уж если вы подписаны и видите там мои посты ну поглядите в смысле как я буду выступать в Украине если въезд ограничен ты чего угораешь до нашего приезда снимут уже это ограничение либо она уже снята может у тебя информация устаревшая и уже на два месяца водили всего в смысле короткого метра с режиссуры я уже отвечал я хочу пробуду с режиссурами для этого нужно очень много денег дохуя то есть лимонов 40 наверно 40-50 жокер салют ладно короче я по отвечу на вопрос там уже такое короче все скоро будет вот ожидать мы хорошо поработали я думаю думаю будет клево все костям салют тоже да короче ничего не сливаю айс пока